Эх, так жалко, что мне уже не пять годиков. Это почему это? Ну, как почему? Помнишь, как круто было получить от Деда Мороза целый мешок конфет? Сначала съесть самые вкусные, потом уже остальные доедать. Это да, новогоднее настроение появлялось сразу от сладкого подарка. А ты какие конфеты первыми съедал? Мне с марципаном больше всего нравились. Да вы батюшка эстет. Я сначала съедала мишки на севере и птичье молоко. А он с марципаном, с марципаном. Да, последними, самыми непопулярными конфетами у меня были. Это грильяш, он такой твердый был, что зубы от него сломаешь. Лабакли, а я даже дюшески на раз-два разгрызала. Но в шоколадной конфетке все-таки, конечно, вкуснее. Это да. Какая у нас с тобой конфетная ностальгия получилась, Александра. Доброе утро, губерния. В студии сладкояшка Саша Байдачна. Марципановый человек Илья Табуев. И раз уж ты сегодня заговорил о конфетах, предлагаю наш сегодняшний эфир им, собственно, и посвятить. Договорились. И интересно, любят ли жители губернии конфеты так, как любим их мы? Никогда не задавалась такими вопросами. Много могу съесть сладкого. Не бывает такого. Там уж конфет едим мало. Уже как бы о своем здоровье заботимся. После второй. Почему так конкретно? Ну, у всех по-разному. Ой, это шоколадный подарок из школы когда был. Там такие конфеты были, что там с первой прям нужно было слечь. На самом деле сложный вопрос, потому что давно такого не было. Наслаждение новогодним подарком настоящим с конфетами. Половину точно, наверное, нужно съесть, чтобы наслазиться вдоволь. Я не сладкояшка, я равнодушна. Поэтому у меня такой интоксикации не может быть. Не ем конфеты, к сожалению, совсем. Интоксикация? Ну, мне кажется, конфет много не бывает. Сладкое есть сладкое. Все в меру. Все должно быть в меру. У меня глядя на него возникает. Вот ему дарят, у меня заранее интоксикация. Думаю, стук 50 я точно съем. А я сладкое сейчас не ем, я на диете. Поэтому кроме меда ничего. Друзья, и снова доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. И прямо сейчас настало время узнать массу полезной юридической информации. К нам в гости пришла Анна Ермолаева, адвокат, наш постоянный эксперт. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы вас так ждали-ждали, потому что новогодний, новогодний начинок все ближе и ближе. Научиться отмечать новый год. Да, шуметь все будут. В рамках закона. Да, у меня маленький ребенок, дочка. И вот соседи будут шуметь, на улице будут шуметь. Уместно ли жаловаться вообще в эти дни, если да, то кому и не отправили тебя куда подальше. Как вообще действует закон о тишине в новогоднюю ночь? Во всех регионах вообще есть закон о тишине. И в каждом регионе он, конечно, свой. У нас же также есть закон о тишине в Самарской области. Это от 13 марта 2014 года номер 7. Об обеспечении тишины и покоя граждан, который нам говорит, когда мы можем шуметь. Если мы берем праздники, то мы только 31 декабря сможем шуметь до 3 часов ночи. Во все остальные праздники, которые у нас будут, мы, конечно, должны соблюдать данный закон. То есть, получается, мы можем начинать праздник отмечать с 10.00 до 23.00. И то я хочу отметить, что до 8 часов вечера, то есть до 20.00 мы можем проводить какие-то строительные работы. Потому что кто-то Новый год воспринимает все-таки, наверное, новогодние праздники, как нужно что-то поменять в своей жизни. Поэтому на это стоит обратить внимание, в какие часы мы можем праздник отмечать и когда можем строительные работы проводить. Также исключение время с 13.00 до 15.00. И если все-таки у вас соседи, они начинают шуметь и после 23.00, тогда в этом случае вам нужно обратиться в первую очередь к соседям. Но я всегда рекомендую к ним обращаться не с позицией агрессии и все-таки претензий. Нужно их попросить вежливо. Потому что они могут сказать, что не нужно нам никаких тут правил рассказывать, мы будем отмечать. Поэтому лучше обратить внимание, что у нас все-таки действует закон о тишине. Если это не помогает, тогда вы вызываете полицию. Полиция фиксирует, что соседи все-таки шумят. Буйные. Буйные, да. И обязательно, конечно, их привлекут к административной ответственности. Выпишут штраф от 500 до 3000 рублей. Штрафы сейчас немного подняли. Поэтому есть вариант все-таки как-то действовать мирно. Если нет, то тогда в рамках закона. Ну, самое главное, мы услышали, что в новогоднюю ночь до 3 часов ночи. Это официально. Это официально. Это один день, когда можно прям хорошо отметить праздник. Потому что в эту ночь все гуляют. Шумимо и на улице, и дома. Да, да. Поэтому, если, конечно, вас совсем уж не устраивает, что соседи шумят, вы можете подойти, попросить музыку потише сделать. Но никак... Ну, и до трех, потому что, я думаю, все равно соседи войдут в положение. Но после трех тем более. Поэтому обращайте внимание на время и реагируйте сразу же. Поговорим о другой новогодней проблеме. Очень многие люди отправляют подарки к Новому году своим близким. Что делать, если подарок не доставили вовремя? Или что-то испортила транспортная компания? Каким образом мы можем... Или потеряли. Или потеряли. Да, и что еще хуже? В первую очередь, я хочу обратить внимание на то, что когда вы отправляете подарки, посылки, то обязательно нужно, если это ценный подарок, то писать, что вы, во-первых, смотря какой это подарок. Если это что-то хрупкое, то ни в коем случае нельзя оформлять это все в мягком пакете. То есть это должна быть обязательно коробка. И если вы отправляете данный подарок, тогда должна быть опись, объявленная ценность. Если этого не будет, и в случае, когда, например, подарок ваш, посылку потеряли, то тогда вам деньги вернут только за почтовые услуги. И то, что находится внутри, вы не сможете никак вернуть. Есть еще, конечно, шанс попытаться написать претензию, приложить туда чеки, если вы этот данный товар покупали. И, может быть, как-то там почта, либо курьерская служба как-то среагирует. Но, как правило, если у вас нет объявленной ценности, то вам вернут только за почтовые услуги. Если мы берем, например, тот вариант, что посылку не вовремя доставили, то тогда за каждый день, получается, просрочки, вы получаете неустойку. Но это будет неустойка 3% от суммы отправления, то есть не выше этой суммы. И данная неустойка, она оплачивается в соответствии закон о защите прав потребителя в соответствии со статьей 28. То есть есть варианты получить свою какую-то компенсацию. Но самое главное – отправлять все грамотно. То есть вы должны сохранить обязательно и квитанцию об отправке, и опись вложения должна быть, и объявленная ценность. Если какого-то пункта нет, то тогда будет очень сложно доказать о том, что либо потеряли, либо не вовремя доставили. Но здесь вот даже в момент не столько пропажи или доставки, здесь просто сама... Просто испорченное настроение. Да, настроение испорченное. Обида она останется. Вот о ее же... А ее можно, конечно, компенсировать, но в таком случае вам нужно будет... А вот давайте мне сейчас расскажем, как обиду компенсировать. Вот обидно еще, знаешь, когда вышел, смотришь, вроде солнца, вышел на улицу, а там минус 20. Обидно? Обидно. Прогноз погоды. Во вторник в Самарской области будет облачно, местами пройдет снег, температуру воздуха днем минус 11, минус 17 градусов, ночью 19 мороза. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-10 метров в секунду, местами на дорогах гололедица. На севере и западе в дневное время минус 14, минус 19. На востоке и юге 10-17 градусов мороза. Погода в Самаре ожидается малооблачная. Днем минус 8, минус 13 градусов, ночью минус 13. Атмосферное давление в пределах нормы 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78-90%. Друзья, мы продолжаем беседу с Анной Ермолаевой, с адвокатом. Аня, так вот, с этой самой обидной, она останется, например, ее же компенсировать как-то можно. И тем более, я знаю, что у вас есть какой-то интересный случай из практики про бабушку. Да, совершенно верно. Была ситуация, когда бабушка решила поздравить своих внуков подарками. Они жили в разных городах. Она перед Новым годом заранее в ноябре отправила посылку. И эта посылка не пришла к Новому году, как она хотела. И вообще, после Нового года данная посылка ей вернулась. Ее еще попросили заплатить деньги за то, чтобы получить эти подарки. И бабушка молодец. Она не оставила все так, как бывает у нас. Не взяла в нее. Нет. Она написала претензию в почтовое отделение. Конечно, эту претензию проигнорировали. Она обратилась к юристу и далее они обратились в суд. На всей этой почве еще у бабушки поднялось давление. И она не растерялась, сразу обратилась в больницу. Зафиксировала данный факт, что ей были нанесены все-таки нравственно-физические страдания. Юридически подкованная бабушка. Да, бабушка. Она прям очень молодец. Поэтому я всем рекомендую повышать свою юридическую грамотность. И она обратилась в суд. Взыскали моральную компенсацию. Взыскали за то, что с нее взяли деньги. За то, что обратно вернулись ее подарки. За почтовые услуги. Пусть, конечно, моральная компенсация была небольшая. 11 тысяч рублей. Но это тоже деньги. Поэтому здесь есть шанс все-таки отстоять свои права. Как-то получить компенсацию за свою обиду и за испорченный праздник. Поэтому всегда отстаивайте свое мнение. Обращайтесь к юристам. И обязательно справедливость восторжествует. Не, ну что касается отправки, сейчас же осуществуют не только государственные службы. Конечно, есть и курьерские. Да, есть и курьерские службы доставки, есть и международные. Которые тоже иногда барахлят, кстати говоря. Ну, тоже барахлят, да. Куда деваться. Плюс под Новый год нагрузка на них, на всех, естественно, усиливается. Большая, да. Конечно, каждая служба, она предупреждает о том, что могут быть задержки. Это все понятно. Но, по крайней мере, хочется, чтобы посылки не терялись. Пусть они приходят за зданием каким-то, но, по крайней мере, чтобы приходили. Но приходят. Лучше поздно, чем никогда. Никогда. И лучше позаботиться об этом, в конце концов, заранее. Отправить как-то бабушка в ноябре. На всякий случай. Да, и отслеживать. Ай, спасибо вам большое. Цены как никогда. Что-то пожелаете, может быть, нашим телезрителям, жителям Самарской области перед Новым годом? Да, конечно, я хотела бы пожелать, в первую очередь, крепкого здоровья гражданам, счастья. И обращайте внимание на то, что вы подписываете. Потому что это очень важно. Ведь где бы вы ни ставили подпись, нужно ознакомиться с информацией. Если что-то непонятно, тогда обратиться к юристу, чтобы вам разъяснили ваши права и последствия. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Вот что точно по почте не нужно отправлять, так это шоколадное фондю, Илья. Его лучше сразу съесть. И вы в этом сейчас убедитесь. Итак, для нашего шоколадного фондю нам понадобится всего два ингредиента. Это сам шоколад, в нашем случае темный, и жирные сливки. У нас 33-процентные. Важно сказать про шоколад. Чтобы у вас получилось очень вкусное и насыщенное фондю, важно использовать качественный шоколад. Так что не скупитесь в этом моменте, иначе, если вы купите более дешевый шоколад, он может у вас свернуться и испортит вам фондю, и придется готовить все заново. Что мы будем сейчас делать? Мы добавим наши сливки в сотейник, добавим туда шоколад, соответственно, поставили на огонь, и будем перемешивать до получения однородной консистенции. Наше фондю готово, получилось оно вот такой вот консистенции, пахнет оно очень вкусно, и вы, наверное, уже заметили наше вот такое вот приспособление. Это и есть фондюшница, которая поможет нам сохранять наше фондю или горячий шоколад в жидком состоянии. У нас есть фрукты, есть сладости, это зефир, пастила, все что угодно. Если пастухи макали только черствый хлеб, то у нас с вами огромный выбор. Я попробую, наверное, и зефир, и фрукты. Так, начнем с небольшого кусочка, накалываем, макаем, не наслуждаемся. Так, а еще попробуем, наверное, виноград. Это будет очень контраст фокусов, потому что зефир сам по себе сладкий, сладкий шоколад, а вот виноград с кислинкой. Контраст фокусов все же лучше. В общем, обязательно попробуйте сделать это или на плите, в более бюджетном варианте, или если у вас есть уже, или есть возможность приобрести такую фондюшницу. Обязательно приготовьте, позовите друзей, и вы точно об этом не пожалеете. Еще раз доброе утро, друзья. Мы продолжаем лакомиться сладостями. К нам в гости пришла Анна Мельникова, диетолог-кондитер. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, скажите, как диетолог может быть кондитером? Затвоение личности. Да, да, именно наоборот. Изначально я диетолог, 2016 года, занимаюсь построением этого мира. И в свое время я сама была очень в большом весе, в 106 килограммах. Естественно, я любила сладкое. И занимаясь диетологией, и любовь к сладкому привело меня сначала делать шоколад для себя. Сейчас это бренд, который есть в магазинах, на Валберес. Ну, как бы развивайся. То есть сладости могут быть диетические? Конечно. А с чего они сделаны? Расскажите рецепт скорее. Если по шоколаду, ну как диетические, там, естественно, калорийность присутствует, но мы смотрим с точки зрения не только калорийности, а еще с точки зрения здоровья. Потому что есть обычный белый сахар, сладостей без сахара не существует. Просто сахара разные. Вот, просто что... Когда говорят без сахара, ну это неправда. Я никогда так не говорю. Здесь кокосовый сахар, у него низкий гликогликемический индекс. Простым языком, люди, которые контролируют уровень сахара в крови, им можно. Вот, то есть... То есть даже диабетику, наверное, можно? Да, да. Нет, серьезно проверяла. У меня просто как у диетолога, а диабетики, это мои клиенты. Что я хотела сказать? А попробовать-то можно? Конечно. Илья, помоги мне, пожалуйста. Все, все, началось, Александр. Тебе какую подать? Конфетку какую-нибудь. Да, я хочу... Я тоже худею. Конфетки, они на сиропе топинамбур. Топинамбур тоже натуральный подсластитель. Говорить, что они без сахара, как бы это очень неправильно, я считаю. Но у вас, я так понимаю, вкусненько тебе? Конфетки похожи, да. Да. Очень вкусно. Лопает, лопает. А сколько таких можно слопать в день? Если снижать вес, то не больше двух. Если не снижать, то в принципе нет ограничений. Они на самом деле очень стыдные, они очень стыдные. А скажите, у вас целое производство на дому или прямо... Пока на дому, но я планирую со следующего года как раз, потому что я уже просто одна не справляюсь. Вы одна делаете? Пока, да, на все точки, на весь вал, поэтому я понимаю, что... Либо диетолог, либо кондитер. Ну да, это, да, вы не лично себе правильно сказали. А вы, я вот смотрю, просто на столе представлены разный вид шоколада. А чем он отличается? У него разные вкусы какие-то. Помимо разных вкусов, здесь разный вид шоколада. Есть горький, есть темный, есть молочный. Самый хит продаж – это молочный шоколад, потому что он похож на милку. Все, кто любит сладость, обычно вот тут два варианта молочных есть. Чем темнее, чем горчее шоколад, тем больше какао-продуктов. Тем он полезнее. Тем он полезнее, да. Да, да, потому что сама польза идет не в какао-масло, а именно в какао-тертом. Так что чем выше процент, вот вы видите, тем он полезнее, но тем он горчее. Вот чтобы похудеть, двух конфеток достаточно. Если мы снижаем вес, не больше двух конфеток. А если мы хотим набрать вес, сладости нам могут в этом помочь каким-то образом? Ну, набрать вес там тоже своя система, на самом деле. И набрать вес там очень близко к питанию, к правильному питанию. Опять же, какой вес? Можно набирать вес, а можно набирать жир. Это, кстати, правильно, потому что обмен веществ у людей изначально по строению, ну, генетика, ее никто не отменял, да, и люди, рожденные не с лишним весом, иногда едят как не в себя и вроде бы ничего. И вот как раз им питание, например, там, не знаю, фастфудом, им не дает вес. Им мышца дает именно правильное питание. А они думают, что, ой, сейчас я вот, ну, закинусь, да, гамбургером, еще чем-то, а у них это не работает. Им тоже нужно правильное питание. Нет, там по конфетам, конечно, по-другому будет, если вес набрать. Там не две конфетки можно больше. Ну, это понятно. Понятно. Скажите, а какие вот используете вы материалы при приготовлении сырьенами? Вообще, а пишите процесс. Да. Как долго это происходит? Как рождаются конфеты? Конфеты, на самом деле, ну, как рождаются? Берутся все ингредиенты, там есть определенные технологии, потому что, в принципе, зная состав конфет, ну, их не приготовить. Потому что многие, как бы, зная состав, думают, что они их сделают. В каждом кондитерском изделии шоколад, конфеты, чтобы не было, там определенные технологии изготовления. Вот. А как это рождается, ну, это процесс такой длительный, там. Ну, мы еще об этом отдельно поговорим. А вот, чтобы выразить всю гамму чувств после поглощения конфет, смотрим рубрику «Дарвич». А приветствуем вас, дорогие друзья. С вами снова профессор Павланик. Недавно мне рассказали на призабавный анекдот. Мама, она похожа на ракетира. Вдобавок к вопросу, если что постирать, всегда переспрашивает, а что, если найду. Так вот, в этом случае действительно доверяй, но чекай. А если вы недоуменно переспросили, что что, объясняю подробнее. А слово «чекать» пришло к нам из английского языка. В переводе обозначает «проверять что-либо». To check. В русском языке оно активно употребляется в бизнес-среде и молодежном сленге. Например, «мне нужно прочекать его новую фирму». Появился этот глагол в русском языке вследствие различных проверок в интернете. Например, на соответствие данным. Для того, чтобы согласиться на проверку информации, пользователю нужно поставить галочку в пустом квадратике со словом «чек». Кстати говоря, намного раньше, в доинтернетную эпоху, это слово вошло в наш лексикон в своем первоначальном звучании. Поэтому фраза «возьмите чек» нам даже не намекает, а говорит прямо, что с помощью заветной бумажки, пробитой на окасе, вы должны проверить свои расходы. Хочется отметить, что корень этого слова настолько древний, что он встречается в исконно славянских формах, пришедших к нам из-за проиндоевропейского языка. Например, известное всем выражение «быть на чеку». Вот и встает вопрос, а такое ли это уж заимствованное слово. Ну что ж, на этом все. Доверяйте друг другу и не теряйте даже речь. Друзья, мы продолжаем наш сладенький эфир. Напоминаем, у нас в гостях Анна Мельникова, диетолог, кондитер. Мы обсуждаем ее работы и дегустируем их здесь прямо у нас в студии. Лакомиться, да. Совсем скоро Новый год. Без каких сладостей на новогоднем столе нам не обойтись. Я. Ну, кому как. Ну, шоколад, конфеты. Все любят, наверное, известные конфеты, не будем называть название. Если это стол с точки зрения снижения веса, конечно, очень много диетических сладостей. Выбор сейчас, мне кажется, очень широк. Тогда, когда я начала только заниматься шоколадом, ну, очень мало кто это делал. Сейчас, в принципе, очень много производителей, те, которые все делают. Поэтому выбор широк, мне кажется, в плане сладостей. Подождите, мне вот интересно. Вы сказали, что, да, традиционные конфеты, они присутствуют на столе. А вы не пробовали делать, например, вот так же, вот эти треугольнички с посыпкой? Разные просторы? Ну, вот да, ну, назовем это так. Нет, это я развлекаюсь. Я вам принесла только то, что у меня зарегистрировано, то, что уже в магазинах. А так, я еще прихожу разные курсы, тоже развлекаюсь, там, пирожники, конфетки. Просто пока я это не отточу, я не буду это проносить. А, а на кого вы все это тестируете, кстати? На мужа. На мужа, ага, вот-вот кто главный поедатель конфет. Ну, он тоже сбросил 30 килограмм, он знает норму, поэтому у нас, как бы, не вот мы там все это поглощаем. Слушайте, а вот есть экспериментировать на детях. Вы не пробовали? Мне кажется, дети, это такая вот прям вот, прям лучший тест будет. Дети, это классный индикатор. У меня просто девочки, опять же, да, как диетолог, у меня есть клиенты, и девочки с детьми берут шоколад, конфеты, и дети прекрасно у них все съедают. Мне приходится даже молочный шоколад упаковывать в горький шоколад, чтобы они сильно его не ели у них. Понятно, да, что-то ж молочный сладкий, они уже знают. Например, желтая упаковка, это молочная. Я упаковываю в темный, чтобы моим клиентам оставался шоколад. Сколько времени уходит на создание шоколадки? Шоколадки, ну, готовятся они по 5-6 плиточек за раз. Ну, наверное, если прям совсем минут 50, наверное. Не долго. Не долго. Нет, ну, они потом идут стабилизироваться, я имею в виду сам процесс приготовления, темперирования, ну, плюс-минус, я так вот прям не высчитывала с часами. Потом они отправляются на стабилизацию, там, наверное, количество времени в холодильник, и потом, соответственно, идет уже упаковка. Какие-то особые инструменты лабораторные, я не знаю, что-то есть у вас подобное? Ну, для меня просто сейчас, наверное, это очень простые инструменты, да, это там определенные там железные тарелки, пирометр, который меряет температуру. Просто для меня это как-то уже вкусно. Знаете, я вот когда сам приобретаю шоколад в магазинах, ну, я иногда люблю сладкое, Александр, иногда, я обращаю внимание на состав, из чего сделал. Слушайте, я там нахожу какие-то совершенно непонятные названия, всякие ешки, стабилизаторы там и так далее, вот эти глутаматы, натрия, вот эта вся беда. Ну, стабилизаторы, они добавляются для того, чтобы продукт дольше жил, потому что у меня конфеты, например, живут три недели. Естественно, там, ну да, потому что там нет там четыре компонента, это, ну, максимум натуральности, и в шоколаде три компонента, плюс, соответственно, какие-то вкусовые, вот, ну, там, где-то киви, где-то черный. Ну, вот я просто веду к чему, что это конфеты, получается, без консервантов и без всяких вредных химических каких-то примесей. Химических точно здесь есть. А вот сырье, вот то самое кокао. Кокао с Колумбии. Настоящее, то есть вот все как положено. Какао-масло, какао-чоколад. Какао из Колумбии. А это точно какао? Нет, на самом деле, в шоколад, который производится таким массовым потоком, там очень часто добавляют какао-порошок. Это неплохо. Какао-порошок, он может использоваться в кулинарии, там, в домашней, но он не несет столько витаминов, микроэлементов, как какао-тертые. То есть простым языком, есть какао-тертые, его там, тринь-тинь-тинь, и потом уже остаток, это какао-порошок, это как жмых, ну, то есть как в остатке. Сурат. Ну, можно так сказать. И вот для удешевления шоколада, если вы видите просто, ну, реально в составе какао-порошок, это для удешевления. Плюс кондитеры, это, господи, пальмовое масло, его могут называть разными словами, на самом деле, тоже для удешевления, чтобы, потому что какао-масло само по себе, это какао-масло и какао-тертые, это два самых дорогостоящих продукта в шоколаде. Чем их меньше, тем выгоднее продать шоколад. Опять же, возвращаемся к Новому году, если мы снижаем все-таки вес, вообще стоит заменять ли сахар в сладостях, и если да, то чем? Здесь надо смотреть, на самом деле, вообще цель смотреть, ну, я человек, который смотрит по анализам, и все вот как бы, кому-то можно, кому-то нет, я бы так сказала, потому что есть показания здоровья, когда лучше, например, что-то ограничить временно. Если человек просто снижает вес, у него все хорошо, с показателями здоровья, хорошая глюкоза, инсулин, то, в принципе, наоборот, лучше заменить для того, чтобы не было срывов, потому что люди, которые, я не буду есть сладкое, там, полгода, они потом просто срываются, опять вес набирают. По мне, так лучше иногда, там, две дольки шоколада, да, с кофе ты получил удовольствие. Ну, чуть-чуть, но каждый день. Я так считаю, если уж хочется. Это касается, между прочим, не только сладкого и всех других продуктов, которые добавляют нам жирка, так скажем, в организм, чем вот бывает. Тут не ешь, не ешь, потом хрязь, вот это все взял и слопал. Спасибо вам большое. Анна, огромное спасибо вам за угощение, за эти сладости, за ваше хорошее настроение. Хорошего дня вам и удачи. Спасибо большое. Друзья, вы оставайтесь с нами, впереди еще очень много интересного. Мы прервемся совсем не надолго. Прервемся, прервемся, а потом вернемся. В эфире новости на канале Губерния, в студии Алена Власова. Здравствуйте. Закончить реконструкцию дороги Кенель-Богатая-Борская. Подрядчик обещает на год раньше срока по плану в 2023, а по факту уже в 2022. Сейчас на одной из самых востребованных трасс в Кенельском районе идет второй этап масштабных работ. Этот участок давно нуждался не только в ремонте, но и в расширении проезжей части. Подробнее все Влад Кокарев. Дорога Кенель-Богатая-Борская – это важнейшая автомагистраль, которая соединяет районные центры и Самару. На участке, проходящем в границах Кенеля, всегда большой поток автомобилей. Трасса давно нуждалась не только в ремонте дорожного покрытия, но и в расширении проезжей части. Жители Кенеля обращались с этой просьбой в социальных сетях к губернатору Дмитрию Азарову. Вопрос был оперативно взят на контроль. Сейчас здесь уже второй этап реконструкции. Он стартовал в 2021 году. Это очень важный объект. Жители приходили на прием, просили лично губернатора. И мы сейчас приложим все усилия, чтобы график работы был выполнен, намеченный в сроке, исполненный. Качественная дорога была, которой могли бы пользоваться жители не только Кенеля, а близлежащих районов, всех жителей Самарской области. Согласно проекту, дорогу сделают четырехполосной с регулируемым движением. Помимо реконструкции займутся и благоустройством близлежащей территории. Обустроят остановочные пункты, тротуары и установят освещение. Дорога разгрузится, будет более безопасно для движения транспорта. Жители Кенеля, думаю, будут довольны. Освещение, остановки, тротуары. Четырехполосные движения будут, думаю, замечательными. Строительство объекта по плану должны закончить до 31 августа 2023 года. Но подрядчик идет с опережением графика и намерен выполнить задачу на год раньше. Трасса очень оживленная, транзит очень большой. Эта дорога давно назрела для данного города. Покрытие в тяжелом состоянии, поэтому это знаковый объект для и города, и для области. Поэтому будем стремиться закончить его досрочно на год. К этому есть и ресурсы, возможности. Стоимость реконструкции дороги более 1 миллиарда рублей. Работы ведутся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Улучшение транспортной инфраструктуры в Самарской области – часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе главы региона Дмитрия Азарова при участии жителей. Всеволод Кокрив, Новости губернии. Зима и особенно новогодние каникулы – традиционно горячая пора для врачей-травматологов. И чаще всего их пациентами в этот скользкий сезон становятся дети. По словам медиков, самое главное – родителям быть всегда на чеку. Но вот герой нашего следующего сюжета получил серьезную рваную травму, даже не выходя из дома. Еще раз о мерах безопасности в сюжете Елизаветы Должиковой. Назару Кочеткову 8 лет. Обычная игра с друзьями обернулась для него настоящим кошмаром. Стеклянная дверь лопнула, в итоге многочисленные порезы. Рваная рана почти на всю руку. Сам мальчик держался молодцом. По словам отца, говорил, что даже не больно. Быстренько сели в машину, там кровь тепла, перевязали, чем можно было. Все сюда привезли, но слава богу, у него ни сухожилия, ни вены, ничего не могли затронуть. Больше надо проводить разговоры, объяснения, вести постоянное общение над темой безопасности. Хоть где, хоть там улица, не улица, там дом, не дом, но постоянно надо вести. В больнице имени Середавина Назару провели экстренную операцию. Кроме того, из-за дефекта кожи пришлось выполнить пересадку с живота на предплечье. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и восстанавливается. Всего же за два месяца в травматологическое отделение поступило семь маленьких пациентов с бытовой травмой. Ребенок должен всегда находиться по присмотрам родителей. Всего лишь на все. А родители должны помнить о том, что существуют такие повышенные риски при использовании любого спортивного снаряда, любой снежной забавы, даже кидание снежков, это может привести к очень тяжелой травме. По словам медика, в новогодние праздники риск получить травму у детей возрастает в разы. Поэтому призывают родителей быть внимательнее. Ну а если падения избежать не удалось, в регионе работают несколько травмпунктов. Пять в Самаре, два в Тольятти и по одному в Новокуйбышевске и Сызране. Елизавета Должикова, Сергей Костин, Новости губернии. И еще об опасностях и о том, как их предотвратить. Медики напоминают, не стоит недооценивать грипп. Последствия этого заболевания могут быть очень тяжелыми, особенно для детей и если иммунитет ослаблен. В регионе продолжается прививочная кампания. Вакцинацию можно пройти в школе или в детском саду. А если из-за временных ограничений и дистанционки эти учреждения закрыты, в поликлинике. При этом стоять в очереди не придется. Как эта работа организована в Тольятти? Расскажем. Семен и Михаил сейчас из-за сложной пид-обстановки в школе учатся дистанционно. Поэтому сделать ежегодную прививку от гриппа в школьном медкабинете, как раньше, не могут. На вакцинацию ребята вместе с мамой пришли в городскую поликлинику. К вакцинации мы относимся положительно. В прошлом году я делала вакцинацию от гриппа детям. И в этом году тоже самое. Поэтому я считаю, что в принципе это необходимо. Ну, каждый как бы рассуждает со своей точки зрения. Поэтому я только за прививки. Дети переносят неплохо, болеют реже. Вакцинация от гриппа в Самарской области продолжается. Сделать прививку можно как в школе или детском саду, если ребенок их посещает, так и в поликлинике. Очередей лишних контактов тут можно не бояться, говорят врачи. Процедура продумана так, чтобы и родителям, и детям было удобно и безопасно. Дети приходят по направлению медицинской сестры из школы. Они не обращаются в регистратуру, не откладывают никакие талоны, не ждут никакой очереди. В направлении указывается время, в которое они должны подойти. На сегодняшний день у нас дети организованы, оквачены вакцинацией на 85% от полученной вакцины. 44 тысячи подлежит, 37,5 тысяч мы уже получили этой вакцины и детей вакцинировали. По словам врачей, в сезон повышенной заболеваемости особенно важно привить от гриппа детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, а также тех, кто посещает садик или школу, и детей с ослабленным иммунитетом. Мы в своей поликлинике проводим анализ, и непосредственно анализируя прошлые годы, это действительно вакцинация против гриппа дает хороший положительный результат. Во-первых, детишки меньше болеют. В прошлом году, если у нас вакцинировано было более 50% населения, в этом году перед нами поставлена задача вакцинировать 60% населения. Медики напоминают, вакцинироваться нужно и взрослым, как от гриппа, так и от ковида. Всего в регионе работают 198 пунктов, из них 11 круглосуточные. Сделать прививку можно также в Самарском колледже имени Ляпиной и областной библиотеке. Там принимают одновременно сразу несколько медицинских бригад. Галина Гомозова, Андрей Костомаха, Новости губернии. В Самаре за нарушение масочного режима в общественных местах составлено уже около 1000 протоколов. Это данные за период с сентября 2020 по декабрь этого года. Причем есть и рецидивы, когда штраф человеку выписывают уже повторно. А это, к слову, совсем другие суммы. Контроль за соблюдением санитарных требований усилен. Рейды проходят ежедневно во всех видах транспорта. Как правило, повышенное внимание в часы пик, когда пассажиропоток максимальный. Как соблюдают правила, что грозит тем, кто маски принципиально не носит. И скольким нарушителям скоро придут повестки в суд в нашем материале. Защищают здоровье. В Самаре в общественном транспорте продолжается мониторинг соблюдения масочного режима. С сентября 2020 года за нарушение составлено 926 протоколов. Из общего количества нарушений более 700 в этом году. И только за последнюю неделю сразу 63. Есть и случаи, когда повторно привлекали. Это говорит о том, что человек сознательно не хочет носить эту маску. Настолько не хочет, что даже попадается вновь и вновь нашим рейдовым группам. Масочный режим, к сожалению, до сих пор соблюдают все еще не все наши жители города. Не все пассажиры общественного транспорта. Несмотря на то, что продолжает действовать постановление губернатора о режиме повышенной готовности. Несмотря на то, что в усиленном режиме продолжаются межведомственные рейды, охватывающие все маршруты и автобусные, и трамвайные, и троллейбусные, и станции метрополитена. Штраф за это нарушение доходит до 30 тысяч рублей. За повторное может быть еще выше. Контролеры обращаются ко всем с просьбой, чтобы эта предновогодняя неделя прошла максимально без нарушений. И настроение никто себе административным штрафом не испортил. Мы все понимаем, да, все готовятся к этим предпраздничным дням, и никто не хочет заболеть во время праздничных мероприятий. Поэтому ничего сложного не составит то, что себе взять маску надеть. И своему ребенку мы, конечно же, детей не высаживаем из транспорта, потому что понимаем, что холодно. Не забывайте инструктировать своего ребенка о том, что он должен быть в транспорте, в маске, и оплатить свой проезд. Перевозчики заботятся не только о пассажирах, но и о своих сотрудниках. Ежедневно перед рейсами персонал проходит инструктаж. Экипажи получают средства индивидуальной защиты. Кроме того, следят за регламентом мойки и дезинфекции подвижного состава. В транспорте установлены рециркуляторы. Контроль санитарных мер для противодействия коронавирусу не ослабнет и в новогодние праздники. Светлана Стрябкова, Леонид Кошман, Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте, сова.инфо, и в нашем большом информационном блоке в полдень. А у меня на этом пока все. Всего доброго. Доброе утро, губерния. В студии продолжает вести сладкий эфир Саша Байдачная. Илья Табуев. Мы сегодня отмечаем День шоколадных конфет, но помимо них в мире полно других вкусных сладостей. И я, Илья, предлагаю тебе их угадать. Ты готов к моей викторине? Хоть с закрытыми глазами неси. Давай попробуем. Ты смотришь на фото и угадываешь. Фото в студию, друзья. Так, поехали. Это Турчелла. Бинго, правильно. Следующий слайд. Ой, это, если не ошибаюсь, это маршмеллоу. Верно. Так. Так. Это пахлава. Точно угадал. И? Ой, это ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Вот эти ма-ма. Ну, давай, давай, давай. Не помню. Ну, как они... Ну, что, действительно, неужели не помнишь? Макарунцы. Макарунцы. Молодец. Еще есть что-то? Еще есть? Есть. А, это халва. Конечно же, традиционная халва, которая с чайом в детстве. Да. Как вкусно было. Молодец. Снова ставлю тебе пять, Илья. Ты знатный сладкоежка. Почему ты меня обманываешь, что сладко не любишь? А, слушай, ты знаешь, я бы вот это все съел, еще бы парочку из шоколадных конфет закусил. Ну, а что скажет житель нашей губернии? Сладкоежки или они? Сладкоежки или они? Ой, это шоколадный подарок из школы, когда был. Там такие конфеты были, что там с первой прям нужно было слечь. На самом деле, сложный вопрос, потому что давно такого не было. Наслаждение новогодним подарком настоящим с конфетами. Половину точно, наверное, нужно съесть, чтобы насладиться вдоволь. Я не сладкоежка, я равнодушна. Поэтому у меня такой интоксикации не может быть. Не ем конфеты, к сожалению, совсем. Интоксикация. Ну, мне кажется, конфет много не бывает. Сладкое есть сладкое. Все в меру. Все должно быть в меру. У меня глядя на него возникает. Вот ему дарят, у меня заранее интоксикация. Думаю, стук 50 я точно съем. А я сладкое сейчас не ем, я на диете. Поэтому кроме меда ничего. Друзья, мы продолжаем нашу программу. И у нас в гостях Екатерина Секретарева «Шоколатье». Доброе утро. Доброе утро. Что же такое «Шоколатье»? Екатерина расскажет. Что же на профессии такая «Шоколатье»? Ну, вообще, если руководствоваться тем, что нам дает Википедия, «Шоколатье» – это кондитер, специализирующийся на производстве шоколада. Но вообще, мне нравится другое определение, что «Шоколатье» – это человек, который творит, создает вкусы. Это что-то такое магическое именно в создании подходящих компонентов, ингредиентов. В общем... Это что касается именно «Шоколада». Именно «Шоколада». Непосредственно. «Шоколатье» – какое-то такое французское название. Да, искусственное, роскошное. Да, что-то такое вот ощущение. Ну, вообще, считается, что родом, все, что связано с «Шоколадом» – это из Франции. И поэтому «Шоколатье». Сколько видов «Шоколада» вы знаете? И появляются ли какие-то новые варианты? Ну, вообще, стандартно существуют три вида «Шоколада». Это темный или горький «Шоколад», молочный «Шоколад» и белый «Шоколад». Но сейчас еще выведен четвертый вид «Шоколада». И его производители называют четвертым видом «Шоколада». Это «Шоколад Руби». Он имеет такой розовый оттенок. Именно в своей массе розовом получается. Хорошо, чего? И там нету никаких красителей. Это специальным образом обрабатывается какао-бобы. И они получаются такие красивые розовые, даже немножечко рубинового цвета. Первые слышим о таком «Шоколаде». О «Шоколаде» вы колдуете, наверное, произведением, пробуете как всякие вкусы. Как «Рататуй» недавно мультик смотрел. Да, да, да. Все время что-то пробовал, что-то добавлял, чтобы вывести тот самый уникальный рецепт. А у каждого «Шоколаде» наверняка же свои какие-то рецепты, авторские, собственные. Ведь не бывает же стандартов, например, как у кондитеров. Они берут два яйца, муха, еще что-то, все в печку, все готово, да, какое-то изделие. Да, и это именно так. Есть тоже, как и у кондитеров, есть технологические карты, где четко проверены рецептуры, рассчитаны. Но здесь волшебство в том, что «Шоколаде», он основывается вот как «Рататуй», вы сказали, да, на своих вкусовых ощущениях. И я вот недавно в себе нашла такой талант, наверное, могу я, да, сказать, что я могу настроиться на человека. И у меня это вообще первый раз получилось совершенно случайно. Я делала подарок в качестве комплимента, и я настолько погрузилась в человека, и я начала думать, а вот этот подходит шоколад или нет. А если мы добавим сюда смородину, а если мы сюда еще посыпем это лавандой, что получится? В итоге получилось что-то такое фантазийное. Когда я подарила человеку эту фантазийную шоколадку, она говорит, боже мой, у меня такое ощущение, что меня накрыло моей же волной. У меня расправились крылья, и у меня появилось прям очень много энергии, я такая прям стала заряженная. Шоколад по институтому рецепту получилось. Это да, это получились такие эксклюзивные плитки, и я пробовала еще дальше. На разных людях очень разное сочетание получается, то есть какой-то человек у меня молочный шоколад, какой-то человек у меня темный шоколад, а где-то мне хочется к белому шоколаду добавить, например, сушеную клубнику, все это перемешать, чтобы шоколад стал таким розовеньким, да, и сверху еще, например, насыпать розовый перец и лепестков роз. Рассказывайте, какие еще необычные сочетания вкуса приходилось вам готовить? Готовить, ну, каждый рецепт, который я делаю, именно эксклюзивный, я его так называю, или вот, например, для компании я могу создать брендированный шоколад, тоже в зависимости от ценности компании, от его каких-то приоритетов. Вот необычное такое сочетание, с которого я создавала, это сочетание как раз розового перца, розы, лепестков, белого шоколада. Ну, вот я сегодня, да, уже говорила. То есть это все добавляется в шоколадку, в массу, да. Ну, когда все это, а потом в плиточку уже, соответственно, раскатывается. Как интересно, да, ну, примерно так. Скажите, Виктория, а вот шоколадье – это профессия или призвание? Ну, вообще считается, что это профессия, такая узкая, очень специализированная профессия из ряда широкого кондитера. Не так много шоколадье, которое занимается целенаправленно только шоколадом. В основном это кондитер, и который владеет какими-то основами, знаниями шоколадье. Ну, мне кажется, что вот у меня это, наверное, больше как призвание, потому что дальше куда-то в широкую линейку кондитерки, ну, я не чувствую необходимости. А здесь я могу зато вот сделать такой вау. Да, говорят, шоколад поднимает настроение, а еще очень хорошо настроение поднимают новые выставки, куда мы отправляемся вместе с Татьяной Петциной. Выхваченные, как бы мимоходом, сюжеты повседневной жизни. Размеренный завтрак, быстрые сборы и прогулка по только что выпавшему снегу. Девочка катится с горки. Портрет написан по памяти, но соответствует натуре. Мы же пишем то, что любим художники, и, собственно, поэтому много картин о детях, потому что то, что меня окружает, я думаю, что это красиво, прекрасно, поэтому я хочу об этом рассказать. Основные выразительные элементы – объемная фактура и цвет. Яркий, интенсивный, темпераментная натура. Наталья Шепелева почти никогда не переписывает свои работы. Здесь нет места печали. Напротив, каждая работа – признание в любви. Выставка «Фарфоровая песенка» объединила живопись Натальи Шепелевой и керамику Алисы Самаринкиной. Они известны не только в Самаре, но и в России, за рубежом. Профессиональные художницы с внутренним богатым миром. И свободно выражаются на темы волнующих. Это детский мир, это женский мир. Светлый, радостный, позитивный. Алиса Самаринкина переехала во Францию, но за нее говорят ее работы. Керамические мальчики и девочки с круглыми глазами и губками-ниточками. Живые и трогательные. Удивляют простоту исполнения. Выполнены в технике наив. Скульптура очень классная, очень красивая. И каждая скульптура – это какой-то персонаж. То есть вот где-то я попала в Рождество, где-то в сказку, где-то в детство. Я бы дома очень хотела иметь такую скульптуру. Эта выставка – только начало. Фарфоровая песенка будет звучать на протяжении всех новогодних каникул. Пройдет серия детских мастер-классов. А завершится все большим праздником на открытой площадке перед выставочным залом Союза художников. Татьяна Пецина, Сергей Костин. Программа «Утро губернии». Друзья, мы продолжаем улакомиться шоколадом вместе с Екатериной Секретаревой в шоколадье. Еще раз доброе утро. Я считаю, что пришло время открыть те самые коробочки. Заветную коробочку. Открываем твою, Саша, я тебе сразу скажу. Открываем твою, Илья. Так не пойдет. А пока Илья занимается этим приятным делом, что у нас на столе еще? Видимо, что-то детское. Это как раз-таки рождественская тема. Она пошла вообще из Европы, но у нас в России нашла свое тоже отражение. Можно я их потом возьму, покажу? Это вот такие вот адвент-календари. Здесь находятся окошки специальные. Давайте мы вернем, покажем нашим телезрителям. Я сейчас все всем покажу, подождите. Так, что значит адвент-календарь? За каждым окошком спрятана шоколадка, красивая шоколадная фигурка. И есть такое задание для ребенка, или это может быть детская история, взрослая история, может быть. Закончили про детей, смотрим сюда. Я сейчас вам покажу. Это просто пушка-бомба. Ребята, вы посмотрите, как это выглядит. Уважаемые операторы, вас прошу только сунуть камеру в шоколад, но не нос, потому что здесь, ну, это вы видите, как это красиво выглядит, и это удивительно. Пробовать пока ничего не будем. С каков срок годности у этого произведения кулинарного искусства, Екатерина? Срок годности месяц, поскольку в шоколадных трюфелях, а с детей большинство, это шоколадные трюфели, которые, вот эти наборы два, я делала под вас. Именно, да. Почему-то ни один набор, он не повторяется, но у вас они похожи. Похожи, похожи. Мне очень хотелось именно дать вам и сладкое, и немножечко потемнее, по такой, побрутальней вкус. То есть вы заочно с нами познакомились? Да. Получается? Да. Посмотрели нашу программу. Не кажется, сегодня самый сладкий эфир в моей жизни. Столько шоколадочек. А мне интересно вот об адвент-календаре узнать, кто придумывает эти задания, и как вообще рождаются. А вообще это производитель коробок позаботился о том, чтобы создать такую тему. Да, это готовые коробочки. И наполнение у каждой коробочки тоже индивидуальное, не повторяется. Но если вы хотите, можно попробовать открыть, например, одно окошечко и почувствовать себя ребенком. Это же целительный продукт, да. Я знаю, что у вас есть, по-моему, да, ребенок? Да, целых два. Целых два. Ну, они, так сказать, ну, не сладкоежки, что ли. Тут как-то вот так. Как-то случилось? Тут, не знаю, вот, видимо, в отца пошли. Но я вот, на самом деле, люблю шоколад, но только такой. Потому что вот этот массейл, он, так, ну, прямо, скажем, химический, я против него. То есть, вот, я за все натуральный. И вообще, знаете, пришло время уходить от сладкого, переходить к сырному. Спасибо вам, Катя, большое. Мы обязательно позвоним вас еще, я думаю, много-много раз. Как только у вас появится. С наступающим Новым Годом. Да, с наступающим, друзья. А мы от сладкого отправляемся к сырному вместе с Мариной Барковой. О том, что элитный самарский сыр начинается с рогатых обитателей, журналистам и блогерам рассказала хозяйка Надежда Красненко. Всем, кто действительно хочет разобраться в тонкостях этого полезного продукта, предстоит увлекательная многочасовая экскурсия. Эта корова именно сырная, именно для сыра. Потому что они дают очень жирное и очень высокобелковое молоко. Участников проекта «Поехали!» провели по коровнику и козлятнику. Рогатая поголовье растет здесь в любви и бережном уходе. У хозяев сыроварни нет секретов от туристов. Какие корма применяются и даже как происходит дойка, все наглядно демонстрируется гостям фермы. Самая приятная часть экскурсии – кормление малышей. Всем приезжающим на сыроварню предоставляется вот такая бутылочка с соской. И подрастающее поколение, которое здесь до двух месяцев вот так вот питается, а потом превращается во взрослых животных, которые уже дают молоко для сыра. Многодетная семья Красненко производит полсотни видов элитного сыра, из них 10 видов козьего. И твердые, и мягкие, с благородной белой и с голубой плесенью. Блогерам объяснили, что сыр с плесенью специально дырявят, чтобы внутрь головки попадал кислород. Чтобы мне, допустим, проверить, насколько у меня созрел сыр или не созрел, есть там плесень, есть специальное оборудование, называется щуп. Мы им втыкаем вовнутрь, поворачиваем и вытаскиваем. Вот она, плесень голубая, видите? За поголовьем сырных коров следит отец многодетного семейства. Кстати, здесь можно покататься на лошадях. А вот за созреванием сырных голов ежедневно следит хозяйка, Надежда и четыре технолога – сыровары и афинеры. Афинер – это человек, который ухаживает за сыром. Его задача – переворачивать сыр, втирать в него плесень. Какие-то виды сыра, это французские и пуас-лангер, мы их обмываем специальным раствором вода, соль, аната и виски. Маленькая головка обмывается щеточкой каждый день. Приходит человек, который там 50 этих маленьких головок, их нужно помыть. И, наконец, самая вкусная часть экскурсии – дегустация местных сыров. Сыр здесь подают по европейской традиции с орешками и медом. Многие впервые попробовали жареный сыр. Это сыр халуми. Вот здесь вы можете заметить, что есть мята специальная. Он делается просто, жарится буквально 10-15 минут без массы совсем. Буквально вот одной вот такой половинкой с самого утра можно насыть сыр вообще без проблем. Мягкий сыр, он более сливочный, такой глубокий вкус. Потому что все сырые супермаркеты, в основном, они одинаковые. Ну, обычные такие для бутербродов. У них плюс-минус одинаковый вкус. А здесь у каждого особенный и достаточно глубокий. Но я не специалист в сырах, поэтому я просто могу сказать, вкусно или нет. Мне было вкусно. Мы с классом часто ездим в разные места. И мне кажется, детям точно было бы интересно. Во-первых, здесь есть животные. Во-вторых, можно посмотреть весь процесс от начала до конца. Круто, что есть дегустация. Ну и, соответственно, то, что все рассказывают, показывают и дают попробовать. Проект «Поехали» создан с целью развития внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов. На протяжении всей зимы наша съемочная группа будет знакомиться с новыми туристическими площадками, расскажет о зимних и экстремальных видах спорта и самых красивых локациях Жигулевских гор. Поехали дальше. Марина Баркова, Роман Апарин. Утро губерния из Красноярского района. Что ж, друзья, на сегодня это все. Всем хорошего дня. С вами Лакомились с шоколадными конфетами Илья Табуев. И Саша Байдачная. Пока-пока. Саша, а мы сейчас с тобой все шоколадные конфеты мира отыщем. Минуточку я сейчас за свиней только сбегаю. А зачем тебе свинья? Как зачем трюфели искать? Ты что? Стоп-стоп-стоп. Вообще-то свинья ищет не конфеты-труфели, а грибы-труфели. Проблемка. И куда же мне теперь Харюшу девать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова